Мирана у Union Gaming, CNB, забанили Ликана плюс Эмбера. Я уже было думал, что Эмбер Спирита вообще все позабыли, что-то его в предыдущих играх вроде даже не банили и не пикали, а вот сейчас всё-таки на первой строчке банов. Ну и Батрайдер вместе с Энвокером банится от УГ. Сразу Сент-Кинг Дарксир, связочка героев, которая, наверное, если реализовать хорошо, то одна из сильнейших. Вакуум, стенка плюс Бороу-Страйк с эпицентром. Там урона может хватить на всю вражескую команду. Ещё там с горочкой будет этот урон. Все запустили игры, Версута нет. Но тут моей вины, ребят, нет, потому что я здесь, и как только команды стартуют, я сразу начинаю. Тут как бы дело такое, нужно иметь терпение. В принципе, учитывая, что в матче там почти задержек-то и нет, как таковых, по сути, сколько там получается, 10 минут задержка была, это не так уж и много по дотерским меркам. Так что, ну, просто одна команда быстрее доиграла, другая команда позже доиграла. В итоге там чуть побольше взяли, кто-то взял 5 минут перерыв, кто-то чуть больше, там, как это в общем. Наверное, так. Я как бы не организатор, но примерно, думаю, именно вот такие расклады влияют на то, что где-то чуть раньше начинается, где-то чуть позже. Где-то команды раньше заканчивают. Вот я, например, закончил раньше всех предыдущую карту, да, а начал позже всех. Хотя по логике, если ты раньше закончил, то должен раньше стартануть, но тут дело такое. ЦНБ были свободны, а вот Union Gaming пришлось подождать. Взяли они Shadow Demon в комбинацию с Мираной. Shadow Demon также очень неплох против Dark Seer, так как Dark Seer, да, там, ускоряется, пытается убежать, говорит, не трошки меня паразиты. А Shadow Demon берет, прячет его. В это время суржи уже практически заканчиваются. И спокойно можно убивать этого фиолетового бородатого дедулю. Ну, я уже не говорю про его пурш, который тоже, ну, пурш такое. Блюз Тисрапшин и Ару, комбат само по себе уже очень сильная комбинация. И с Shadow Demon можно комбинировать огромное количество героев. Так что сейчас у Union Gaming возможностей огромное количество. Можно брать, там, кунки или широки, там, не знаю. То есть, как бы, и суппортов можно комбинировать, и каких-то керри героев, и даже мидеров. Например, в мид можно отправить кунку, и просто Shadow Demon будет время от времени приходить, роумить, так сказать, по карте. Взять, например, еще какого-нибудь чена, да, и получится, во-первых, хороший пуш, во-вторых, очень много экшена, и есть керри, да, в виде мираны, которые, в принципе, что-то нафармить. Плюс куночка там в лейте что-то может. Вот, в двоечка они там покажут какую-то доту. Банится Templarca и... Вот, кстати, то, что Дазла никто не взял, тоже достаточно интересно. На второй стадии его все-таки вспомнили. Забанили. Ну и Naga плюс SF. SF почему-то во всех играх банят. Не знаю, чем этот SF так силен, но если учесть, что CNB у нас, получается, играют за Dyer, за Dyer, он не так силен, этот SF. Вот за Radiant он реально силен. Почему? Потому что там нейтралы очень близко расположены, и SF-чик может, помимо того, что фармить линию, он всегда может пойти пофармить еще и лес. Ближайший вот этот спот, который ближе к тауру, можно фармить его сразу, а вот дальний спот можно еще и стакать. То есть получается, что SF там в таком шоколаде находится, что ого-го. И вот его, когда ты начинаешь гангать, с гноби-не-гноби, он все равно свое выформит, этот паразит. Но за Dyer, по-моему, такого нет. Ну все же, команды явно его не просто так банят. Уже не первая карта. На микс твиче, если привязан... Ой, ребята, не знаю, что это вообще, о чем идет речь сейчас. На мультитвиче что-то привязано, я не в курсе. Наверное, привязан, потому что... Какая разница, мультитвич это же тот же твич, только там, я так понимаю, несколько плееров на одной странице. Я думаю, должно быть привязано. Без вариантов. О, Dragon Knight. Visage, Dragon Knight. Ну такая... Империя стайл. По-моему, Империя, да? Во всяком случае, точно Империя начали это реализовывать результативно. Вот эту камбу Darkseer плюс Sandking. А уж остальные команды подхватили. И начали тоже стараться отыграть подобным. Плюс Visage, тоже такой сильнейший, как по мне, саппорт, которого иногда почему-то забывают. Временами его не пикают. Вот сейчас он. Посмотрим. ЦНБ должны реализовать его. Во всей красе проявить возможности этого героя. Никс Ассасин. Никс Ассасин. Ну, знаете... Вот пик Унион Гейминг, он немного сомнительно смотрится. Хотя, наверное, Никс все-таки пойдет в харду. Луна пойдет с Шадоу Демоном на Изи Лайн Мирана. Это будет, наверное, Медовая Мирана. Либо Мирана Хардовая, Никс Медовый. Ну, тут как-то так, наверное, будут они делать. Ну, честно, я отдаю предпочтение все-таки пику ЦНБ. Он выглядит более убедительно. Тут у тебя есть, во-первых, жирные герои. А жирные герои это всегда приятно, потому что противнику придется, при всем том, что у него довольно агрессивный пик, всаживать гораздо больше нюков, дизейблов и всего остального для того, чтобы убить. Для того, чтобы убить какую-нибудь Луну, много ума не надо. Чтобы убить Шадоу Демона, там тоже много скиллов не нужно. А вот чтобы убить, например, того же Дарк Сира, в Сандалить надо порядком скиллов. Как физ-демеджа, так и мэджик-демеджа. Пошла у нас последняя стадия банов. Вычеркнули Штерм Спирита по 3 секунды. У каждой команды есть резервного времени. Думают очень плотненько. И ласт-бан от УГ это Виверочек. После матчей заходи в студию, тебя там все ждут. Да, ребят, я не знал, я не знал, что там можно зайти. Просто я думал, что ребята комментируют, что я туда пойду, мешать что ли я им буду. Ну, теперь мне сообщили, да, буду узнать. Все нормально, все нормально, все схвачено. Ой, да еще и Слардера взяли. Ну, слушайте, теперь я уж прям на все 100% отдаю свое предпочтение пику ЦНБ. Они молодцы. У них, во-первых, очень много агрессии. Во-вторых, у них очень хороший пуш-потенциал. Ну, и агрессия, я имею в виду на ранней стадии. Они могут чуть ли не там сразу бегать по карте и убивать. Потому что в миде, допустим, если будет стать какой-то герой, ну, причем, ну, кто в миде будет стать? Допустим, Никс Ассасин или Луна, или Мирана. Вполне вероятно, что там вообще будет какая-то табла. Неважно. Он подходит, любого станет. Подходит туда Сент-Кинг и так далее. В общем, есть чем убивать, это круто. Но вот забирает Union Gaming Бримастера. И тут становится очень интересно. Никс, походу, все-таки суппорт. Это самая, наверное, неприятная роль Никса Ассасина. Потому что ему нужен фаст-левел. Без фаст-левела он довольно слаб. Так, ну и вот она, наша любимая рамочка. Которую пока вроде я... Опс. Вот так. О. Вот, пока вроде я ее не забываю. Так, кстати, знаете, что у нас еще тут есть? Смотрите, 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 ребята. Вы это видите? Пока нет. А теперь... Опа! Круть, круть, круть. Так, ну что ж. Смотрим, кто тут у нас на ком играет. Значит, Тава на Дарксире, товарищ Нэтт на визаже, бага Сент-Кинг, Драгонайт от 4DR и Кинг-РД с Лардер. Энджел побежал куда-то, и надо бы ему поосторожнее встретиться, говорит, Ребят, здравствуйте. Как ваше ничего? 30 секунд до конца. Ну и визажик его поприветствовал такими двумя тычками. Но у Никса регенерация хорошая, поэтому ему париться особо не стоит. ХП быстренько восстановится. Так, на Амиране, значит, у нас играет... Зэээн Дэрэлзо. Какой-то очень сильный дотер играет у нас на шэдоу-демоне. Примастер от Сидирала. И луна от... Иво. Такие вот расклады. Ну и посмотрим. Будут как играть по... Ну, как будут вообще по игре. Потому что, по сути-то, ЦНБ могут взять тоже пассивную стратегию на первый минут 10-11. Может быть, даже 15. Ну, 15 это много. Ну, у них просто на самом деле есть возможность, как я уже говорил, да? Визажу, Сенткингу, Роумити убивать. Потому что вот он Дрэгон Найт, вот он Сиддрюб Мастер. Его... Он получает стампом на 2,5 секунды. Потом получает Баррол Страйк, получает Сулл Самшн или Грейв Чилл, или то и то. И умирает. Вряд ли он столько вывезет. Но тут пока, как мы видим, Мирана, которая закидывает стрелы. Никса все-таки отправили на харду. Я думал, что Никс будет суппортящей, но тут, походу, будет суппортящая как раз-таки Мирана. Это тоже не самая лучшая роль для этого героя. Очень, так скажем, рандомная. Если у тебя получится отвешать пару лещей хороших и сделать там... Ну, или хотя бы заассистить, поучаствовать в киле, то тогда, да, тогда у тебя там лево лапнется и все остальное, ты будешь более-менее полезен. Там купишься какие-то вризбенды, стики, что у тебя будет и мана, и хп, и пичечка более-менее адекватная. А так мы сейчас наблюдаем за Мираной, которая первый левел делает отвод, и такая Мирана, она, мягко говоря, не ок. Ну, с Шадоу Демоном. Шадоу Демон тут пока занят тем, что гоняет вражеского хардера. Тут ноль просто экспы. Играет невероятно соевого. И как мы видим... Это, кстати, очень правильно, так как многие Дарксиры допускают ошибку. Они перед тем, как уйти в лес, вначале там один или два раза фидонят, а уж потом уходят в лес. Вот, он подставился. Все-таки не X-Nobarow Strike, и Grave Chill за юзаны были одновременно. Слардер может не успеть. Нет, все-таки успевает. Карапасий не прожал Энджел. Вот сейчас прожимает. Станчик есть, его блочат очень грамотно. Ну, вот он. Вот он, стан по-троим и убегает. Бороу-страйк откатывает. И посмотри, крэш. Тут, по-моему, даже сам Слардер не ожидал того, что у Сент-Кинга уже Бороу-страйк откатил, потому что вы видели, да? Он мувил в другую сторону. И делают фрукблат. Неплохое начало для ЦНБ. Ну, это загулял Никс Ассасин. Вот стоит, опять же, отдать должное Дарксиру. Их хардер не зафейлился. Он не получил ни капли экспы. Но, с другой стороны, Аниксу как бы тут деваться особо некуда. Хочешь, не хочешь, а тут надо как-то высовываться и что-то делать. Потому что в лес он пойти не может. О, что-то интересно. Мне когда... Так, пять на Энджела выход. А, это просто покупка тапочка. И решил попинать его с руки. Сразу принимается за пуш Таура. Все-таки с пассивочкой луны Тауэр можно довольно быстро сломать. Ну, желательно сделать одинарный отвод. Не мне учить этих ребят, как пушить. Но, если просто в тупую будешь пытаться ломать Тауэр, ничего не выйдет. А вот, сделав одинарный отвод, сразу все гораздо проще. Так вот, по поводу стратегии, да, пассивной. По сути, Сент Кинг сейчас может пойти в лес, делать себе стаки, формить их. И купить даггер там на седьмой, на восьмой минуте, как это бывает достаточно часто. По последним тенденциям. Может вот со смоками бегать и гангать. У него еще и скролл есть, в случае чего на ТП-сейв. Визаж. Визаж доволен. Килл у него есть. Причем это ФБ. И делает отводы, левел у него подымается. Самое главное. Для визажа это фаст-левел. Чем быстрее будут фамильяры, чем быстрее он промаксит свой соло-сампшн, тем полезней будет. Ароу попадает. Очень неприятно Драгон Найту. Он хоть и толстый, но все равно очень больно. Станчик. Тут, кстати, дизейбл очень как-то неграмотно команды раскидывает. Но, как мы видим, дэмэджа с лихвой хватает, чтобы убить. 1-1 становится счет. Сравнивают у нас Union Gaming. Не отсиживаются они до базы. Энджел. Скурман Шелдон. Возвращается на свою линию. Уже четвертый лавел у него почти. Хотят, хотят они взять этого Дарксира. Нечего ему сидеть со статистикой 0-0-0. Знаете, для суппортов это некий вызов. А попробуй меня взять. Не, ну Дарксир молодец. Опять же, вот он прям чувствует, что запахло жареным. Надо отойти. Пока не увидит на линии вражеских суппортов, не высовывается. А увидит он уже их скоро. Потому что тут у нас в миде опять готовится экшен. Опа! Шадоу Демон подстрел. Борол Страйк подтягивает все Драгон Найд. Иди, говорит, сюда, братюня. Соло Самшин что-нибудь. Ну, вот, в общем-то, Соло Самшин залетел. Этого хватило. А там Шадоу Демон даже Дисрапшин заюзать не успел. Ну, там смысла не имело его, в принципе, юзать. Мидас появляется у Луны. И это не самая лучшая новость для ЦНБ. Потому что Луна в лыте с Мидасом на там не упустит своего. Если посмотреть здесь на керри, то это Слардер. Так что, Мидас это сейчас очень опасная штука для Унион Гейминг. Он довольно быстрый. Но если Слардер... Блин, господи, это кнопка. Если Слардер у нас купит быстрый Даггер, а он его купит, ему тут никто не мешает. И будет результативно гангать. То тогда Луна будет пожинать плоды своего Мидаса. Только в обратную сторону. Ну что, посмотрим на Нетворк, кто у нас самый богатый. Самый богатый Брюмастер. Далее идет Луна, 2900. Ну, как мы видим, Унион Гейминг. Заруба будет жесткая. Вот уже по началу игры видно, что заруба реально будет жесткая. Тут будет определяться в этой игре, наверное, многое. Вот сейчас команды видно, что встретились более-менее равные по скиллу. Если первая и вторая катка были в одни ворота, то сейчас, во всяком случае, по началу, игра далеко не в одни ворота. Сжигают остатки маны. Брюмастер не жалеет ультимейт. ТП сейф отмансовался от стрелы. Но тут слишком много урона. Бороустрайк пытается выживать. Драгонайт усходит. На последних хитах осталось буквально забежать в кусты. Его тупо не будет видно. Бороустрайк скоро откатит. Но тупо нет маны. Что делать? Ай-яй-яй. Тут долетает все-таки булыжник. И под самый конец, кстати, его закинут, этот булыжник. Сидирал получает свой второй уже килл. 2000 голды. У него скоро будет даггер. Вот это да. И он еще что-то себе несет. А, это он ботл решил поопустить. Ого. Ну. Хорош. Хорош. Очень наглая игра сейчас была от Унион Гейминг. Очень четко сыграли ЦНБ. Вот немного не хватило. Вот Трагонайту везения, наверное, не хватило. Потому что, по сути, он мансовал вокруг деревьев. Если бы чуть в другую сторону мансовал, ушел бы. Потому что обычно вот в этих деревьях как раз хайлайты-то и делаются. Ох. Поймали тут. Миранку. И бахнули. Ну, как она, кстати, отъехала, непонятно. Пришел Слардер. А, Слардер пришел. Да. Понятно. Понятно, как она отъехала. Ну вот, тот самый Мидас. О чем я и говорил. Слардер, как только купит даггер, сразу начнутся проблемы. Причем Слардер даже не имеет тапка. Обращаю ваше внимание. То есть, если у тебя нет тапка, и ты с даггером приходишь в Гангриш, сразу видно, на что настроены ЦНБ. Они настроены втоптать просто в землю по самые помидоры эту луну, чтобы она там с этим Мидасом ничего больше и не нафармила. Драгонайт тем временем в миде подпушивает уже линию, дошел своего ультимейта. Это получается очень даже неплохо. Грих пришлось потратить, чтобы Тауэр меньше был продамажен. Так, драгонайт нашел дабл дэмэдж. Когда дадут шмотку шмотку? Не знаю, ребят. Давайте вот шмотки. Шмотки, наверное, дадут с дизлеем каким-то, может быть. Я хрен знает. Или шмот из компендиума имеется ввиду. Я помню, у меня как-то... Я комментировал игру. Мне прям в игре дало типа шмотку, но потом с задержкой она появилась. Там какой-то слот типа был занят, но шмотка потом появилась. Я думаю, вы имеете ввиду про компендиум. Я, честно говоря, вообще толком ничего не знаю. Я купил себе компендиум, но не знаю, что там, куда там, зачем там. Так как я уже и говорил, 9 дней меня тупо не было. За компом я так немного выпал из жизни. 2-0, мастер доволен. Даггер есть. Очень быстрый причем даггер. Я вот смотрю на пик ЦНБ. Он довольно силен, но в лейте это гораздо сильнее Union Gaming. Тут уже есть ПТ у Луны. NetWars у нее 4000. При всем том, что ее убили, она все равно держит топовые позиции. Поймали меди Драгон Найт, это минус. Сэнд Кинга тоже захотят взять, я думаю, это не последнее, что попытаются убить. Ой-ой-ой, Сэнд Кинг здесь потратил инвиз, юзает Барустрак, его ускоряют, пытаются уйти. Вроде получается. Нет, не получается. Прыгает очередной раз Брюмастер, дает клэп и получает уже третий фраг. Ого. На топе линия спушивается. Но тут визаж один остался. Вызвал своих фамильяров. Кстати, где они? Где эти фамильяры? Да, они вот в миде. Ну, визаж поднял шестой, это было очень важно. Его в миде, конечно, явно не хватало, но он в свое время не впустую потратил. Холна продолжает фармить, у нее все замечательно. При всем том, что ее один раз убили, как я уже говорил, да, NetWars у нее не урезался. А вот у Драгон Найт и NetWars очень печальный после трех смертей, даже при том, что у него есть два кила. Не особо изменилась картина происходящего для него, очень все печально. Три-четыреста, это реально очень мало. Ну и с дабл-дэмэджем, который он взял, по-моему, тысячу лет назад, или он сейчас взял ДД. По-моему, давно он... Да, вот видите, давно брал дабл-дэмэдж, активировал его, там еще и Лизии после него брали. Очень круто, конечно, то, что эти руны можно вот так вот в бутыле подержать. Потом ты когда хочешь активировать. Так, Шэдоу Демон пока бежал, а Эншелл его на пол-хп просто сжег. Такой, да? Вроде бежишь фулл-хпшный, этот уже почти умер. Тарксир бы сейчас еще развернулся и надавал бы, но тут маны нет. Особо не повыеживаешься. Никс Ассасин под Вендеттой. Есть Сентряк и прыгает Слардер. Крэш, надо успеть застаньте, иначе если выйдет из Вижена, он же никуда не выйдет из Вижена. Повесили Амплифай и это минус. Слардер куда-то бежит, но тут уже просто крипов бить. Тапочек и Даггер. Пока Слардер опасен. Пока он прыгает, дает Крэш, дает Амплифай и убивает за счет личных скиллов. Но это все дело времени. Если не будут падать товара, если не будет фарма, 49 крипов это явно не круто. Вон у Мираны уже 80, у Луны, извиняюсь, уже 80. Кстати, кстати, на Мираны. Что эта подруга у нас делает? У нее уже 6 левел, медленно, наверное, какие-то шмоточки появляются. Ну а Луна забирает Тауэр, Нетворс 5600, только у Брюмастера Нетворс выше. У этого товарища 3.0, еще бы. Чувствует себя просто в шоколаде. Так, ну и Мирана забирает инвизец. Ну такая себе руна, лишь бы противнику не отдать. По сути, этот инвиз пользы не очень много приносит к такому герою, как Мирана. Потому что она обычно свои стрелы издалека раскидывает. Так, и Мирану сейчас, по-моему, спалили. Каким-то образом. Как-то ее увидели. Дрэгонайт сразу под Т2 Тауэр прятаться. Здесь нет никаких сентричников, ничего, дает вижен. Своим тиммейтом. Опа, смолки. Смолки спали, сентричники есть. Что-то реакция визажа, конечно, впечатление. Ну, тут уж, братюнь, надо было вообще не ставить уже сентри, потому что противник явно не глуп. Он не будет стоять на месте при виде того, что смолки спали и у противника есть сентряк. Долго думал саппорт команды ЦНБ. Надо иметь чуть получше реакцию. Проблема, опять же, у Дрэгонайта. И я так чувствую, это не последняя моя фраза подобная. Но выживает. В этот раз все-таки его убить не удалось. Два стака Шадоу Позина. Какого левела он? Он третьего. Больно, больно. Там еще пару стаков сильно кинуть. Присобачит Ого-го. Снизу Шадоу Демон что-то явно затеял. Мирана бахнул ульту. И что? А Дрэгонайд перетягивается в мидл. Подрубает сразу же ультимейт. Сходу не церемонится. Я так понимаю, сейчас начнет Грис Тауэр. Врезы. Мана Берн. Никс Асасин тоже не особо. Фарис. Фарис выжигает ману. Тут еще на одни врезы, наверное, будет. Либо на станчик. Не всего-то. Никс. Ох, реклам. Отбивается от этого пуша. Задача команды Union Gaming заключается только в одном. Дефить, дефить, дефить. Вроде как в одном и получилось не в одном. Три в одном. Пантин прави. Беспаленная реклама. Я, кстати, не пользуюсь им. Так что. Такое. Так вот. О чем у нас была речь? Речь у нас была о том, что Луна фармит и в лейте побеждает. Я думаю, с этим мало кто будет спорить. Учитывая, что пик команды ЦНБ не особо насыщен кири героями. Но пик команды ЦНБ имеет свои плюсы. Во-первых, визаж. Ну, визаж, как мы видим, не сможет сделать в ближайшее время какой-то аганим. Уже 15-ая минута. По айтемам у него все глухо. Если бы это был визаж с аганимом, тут уже можно еще и поспорить. Так как визаж с аганимом эту Луну может развалить еще и в соло. Но если Луна такими темпами будет фармить дальше, у нее уже 7400. Она перегоняет Слардера на 3000, грубо говоря. Это очень много. Учитывая, что всего 15-ая минута. У нее мидас и перспективы у нее гораздо лучше. Слардер уже не так силен. Если он сейчас прыгнет, даст крэш, с амплифай, он уже не так будет опасен, как это было 10 минут назад. Айтемы-то у него по сути не изменились. У него на 6-ой или на 7-ой минуте появился даггер. И вот сейчас 15-ая, у него ПТ. Это смешно. Но вот тем-то и опасно играть с подобным Слардером. Бримастер прыгает и, судя по всему, даже не дал клэп. Сразу закидывает ультимейт и хватает всего этого для того, чтобы убить визажа. Он там немножко посопротивлялся, но не более. Так, будет ли Ароу? Ушел Сенткин. Много крипов. Нет смысла кидать Ароу. Ну и успокоилась игра. 5-4. Я думаю, самые жаркие зарубы нас ждут минут так через 10. Я думаю, эта игра затянется примерно на 30-35 минут, не меньше. И если просто все будет продолжаться именно такими темпами, то, по сути, Луна нафармит свои айтемы и потом выиграет дотку. Тут единственное, наверное, за что можно цепляться команде ЦНБ, это на свою жесткую комбинацию Дарксир и Сенткинг. Сенткинг уже почти с даггером. Дарксир делает Меклу, но в перспективе он тоже, конечно же, купит себе даггер. Это очень важный айтем для данной комбинации. Ну и, как мы видим, не хотят Унион Гейминг отдавать Рошана. И это может стать их ошибкой, самой главной ошибкой. Отдайте им Рошана, не парьтесь, вы не сможете ничего сделать. Луна пушит мид. Да, Унион Гейминг все-таки отдают этого Рошана, но немного подставляясь. Опасно. Микс промахивает с Таном. Замедлила там визажа Буржон. Брюмастер запрыгнул. Ульта у него в кулдауне. Брюмастер может отдать сейчас свой стрик. У него 3 кила не так уж и много. Слардер не успевает. Зато успевает зацепить Луну. Ну вот, вот она ошибка. Зачем это нужно было, непонятно. Ошибаются Унион Гейминг. Не смогли помешать убить Рошана. Дисрапшн. Слардер в кулдауне у него был. Крэш. Ну и у него, походу, еще и маны не хватает. Но вот сейчас вроде есть мана. Прожимает стихи. Даггер скоро откатит. Дрэгон Найт под ускорением. Никс под Вендеттой. Тычка. Вылазит Никс Ассасин. И, судя по всему, зря. А нет, все нормально. Все нормально. Есть Карапаси. Когда у тебя есть Карапаси, у тебя все нормально. Они продолжают. Свой пуш. Сломали тавер. Сделав один килл на кире противника. При этом еще Унион Гейминг. Они могли бы сейчас быть просто по всей карте рассредоточены и фармить. Что было бы самым выгодным. И вот эта ошибочка от Унион Гейминг может привести к перевороту. Потому что по факту сейчас гнули свою линию, как мы видим, да? Унион Гейминг. Они вылетят сильнее. И в начале игры они тащат. А это о многом говорит. А теперь они просто-напросто раздали свое преимущество. И ЦНБ на коне. Теперь именно в их руках будет диктовка игры. Если они не будут допускать каких-то таких глупых ошибок. Типа, а давайте мы пофармим и дадим Унион Гейминг тоже пофармить. Сделать себе шмотки. То они могут просто бить, бить и бить своего противника. ЦНБ не слабы. Потому что тут уже Луна почти БКБ. После БКБхи вполне боеспособны. Унион Гейминг. Ну и ждем дальнейших действий. Визаж уже. Вот зачатки Аганимчика. Поинт бустер есть. Луна герой довольно тощий. Она конечно на этих фамильяров будет ложить тогда, когда у нее появится какой-то баттерфля и сатаник. Но пока только БКБхи, да? И из сатаника единственный айтем это доминатор. Полетел Аэроу. Бам. Больно визажику. Больно. Никсас Ассин. Выписывает стан. Старфольчик. Больно. Очень больно конечно визажу. Но он умудряется выжить. Энджел должен отправиться в таверну. Да, это минус. Драгонайта отправили полетать. Замедлили Слардера. Но он все равно доберется до своей цели. Аэроу пролетает на труп. Амирана отсюда убегает. В погоне за Амирана. Деваться ей некуда. Да, некуда деваться. Липа нет. У нее... И нам висит на ней амплифай. То есть со скролл ты не уйдешь никак. Это очередной минус. Два в один размен. Довольно неплохо получилось для ЦНБ. Но учитывая в какой ситуации находились Union Gaming. По-моему получилось довольно неплохо как раз таки именно для них. Так как они потеряли двух суппортов всего-навсего. Точнее хардера и суппорта. И остальные все живы. Луна вот она не погибла. Фармит эншентов. Сделала себе БКБ. В ближайшее время начнет покупать уже айтемы на дэмэдж. Типа баттерфляя, либо манты. А ЦНБ своей дружной компанией перетягиваются на ботом-лайн. Где их ожидает Т1 Тауэр. И это золото. Это деньги, это золото, которое надо забирать. С лардеру даже Айгис, кстати говоря, не выбили в замесе. Вроде герой, который инициирует. Особо айтемов у него нет. А убить его не удалось. Причем еще под этим спринтом у него бонус-дэмэдж идет. Так, ну юзает Крэш в тупую вообще не особо парить. Вот Виндетта ему даст хотя бы тычку. Нет, он не делает вообще даже тычку. Эпицентр уходит у нас в молоко. Прилетает сюда Луна с Эклипсом. Хорошо. Но выбили-то всего-навсего Айгис. Успеет ли с лардера догернуться? Ну-ка, давай реакция. Эть. Ага, не получается заюзать даггер. Юзает Крэш довольно неплохой. Но тут слишком много героев команды Union Gaming убивает с лардера. Это уже довольно неплохо. Учитывая, что выбили Айгис. И обращает вбегство всю команду ЦНБ. Вот так вот. Union Gaming отвечает агрессией на агрессию. И в этот раз у них получилось довольно неплохо. Они задефили Тауэр, выбили Айгис и убили с лардера. А потеряли только Никс Ассина, который в принципе уже 4 раза терялся. Не страшно. Хрюшка. Дедушка и Хрюшка. Ну, тут довольно плотно. Вот реально эта игра мне уже нравится. Потому что предыдущие игры, они тоже были, ну, такими интересными. Но интересными только для одной команды. Так как в одни ворота каточка вряд ли доставляет удовольствие той команды. Той команде, которая умирает по кулдауну. Но здесь же пока не ясно. Луна фармит. Вроде в лейте она сильна. У этих ребят есть секретная комба Дарксира и Сэнд Кинг. Которая рано или поздно выстрелит. Один раз хотя бы выстрелит там в затяжной игре, да? Где-то там минуты на 30-40. Там может решить исход встречи. Никсу уже пора бы как-то на даггер себе нафармить. Потому что такой Никс смотрится совсем не солидно. Упало пока только два таура. У ЦНБ. Сами же они сломали, получается, уже три. И плюс Рошина убили. Это тоже деньги. Слардер поймал. Он все-таки Шадоу Демона. Борол Страйк. Ну вот. Без шансов тут, конечно, для Шадоу Демона. И ближайшие 20 секунд они дефить, я думаю, не должны. Ну, просто это будет фитфест. Если вылезут. Тем более у Драгена это тоже БКБ-ха есть. А Ролл залетел. Очень неплохой Брюмастер. Сразу просто вгрызаются в этого Драгонлайта, чтобы он не успел прожать БКБ. Но он прижимает стики БКБ и пытается наваливать перед смертью. Ему тут должны все-таки навалять столько, чтобы он умер. Нет, он не умирает. Он живет. Крэш очень неплохой получился. Сент Кинг убегает. Даггер скоро откатит. Он должен отсюда убежать. Визаж. Куча зарядов. С Ла Самшин залетает. Очень больничий. Пол ХП как не бывало у Шадоу Демона. Тупо с одного С Ла Самшина. Брезы Борол Стреки. Это еще один минус. Три в ноль. Никого ЦНВ вообще не потеряли. Или... Или... Даггер, ты посмотри. Отмансовался от последней тычки Таура. И посмотрите на него. Что он делает? Он не хочет убегать на базу? Он разводит на свои ХП? Или что это такое? Слардер? Играет в опасные игры с такими ХП. Да, он находится все-таки на базу. Забрали Тауэр. 7.12. ЦНВ начинает уже прям плотненько брать преимущество. И напомню, все это началось с глупого момента на Рошане. По сути, Унион Гейминг могли бы сейчас вот к этой минуте иметь отфармленную Луну. Ну, тут, в принципе, Луна и так неплохо одета, но у нее уже, наверное, была бы манта. Если б не та ошибка, если б она вместо того, чтобы фармить, не теряла свое время и при этом еще и не умирала. То есть она мало того, что теряла время, и при этом еще и погибла, потеряв деньги. Вот такая ситуация не самая приятная. Ну, бремастер уже сто лет как агоним, но, как мы видим, не сильно помогает. Бремастер имеет 4 фрага, больше половины в своей команде. А здесь делается Микказм. Мирана с Микказмом. Ну, у меня уже волосы дыбом с такой Мираны. Ну, что поделаешь. Не, может быть, по последним тенденциям это вполне норм. Я говорю, вот 9 дней меня не было. Может быть, Дота за 9 дней изменилась до неузнаваемости. Да и вообще, американская Дота, она всегда вот подобными штуками выделялась. Можно было бы увидеть. Только взять ту же Доту от Клауд Найн. Они, конечно, там не совсем американцы. Но все же, там у них тоже Мирана такая, что дай боже. Она может и в Хард пойти, она может и Суппортить. Она может и в Мид пойти, и на Изилайн фармить. И будет на всех ролях просто ужасно опасной. 2000 голды, но тут уже скоро будет манта. Время поджимает, на самом деле, ЦНБ. Они вот так вот зря на расслабончике, что-то там фармят, не торопятся. Ну, Дарксир решил сделать БКБ. Подумал-подумал, а нафиг оно мне надо брать даггер. Это сомнительно, сомнительно выглядит. БКБ-ха, конечно, хорошо. Но если ты в камбу с Сент-Кингом, эпицентр кастуется с максимального расстояния, я не знаю, почуяла Луна. Хотя, что значит почуяла? Она добила крипов и тупо убежала. И, по-моему, посмотрите, у него даже сволки не спали. Луна, по-моему, даже вообще не поняла, что тут произошло. Она просто ушла. Замечательнейший момент. Так, хороша, она разведали. А, роу такой. На всякий пожарный, мало ли, вдруг ЦНБ там. Хотя ЦНБ стояли снизу и вроде было видно на карте. Просто для себя получить инфу по состоянии Рошана. Ну и в этот раз никого найти не удается. Бегают, бегают по своему лесу. Прячутся почему-то ЦНБ. Самое интересное, что это как раз-таки ЦНБ должны искать Унион Гейминг. А как-то выходит наоборот. Что довольно странно. Драгон Найт с Плэтмейлом. Дэмэдж у этого товарища, мягко говоря, не очень. Ну, может быть, для 27-ой минуты еще куда не шло. Ну нет, даже для 27-ой минуты этого, конечно, мало. Надо уже потихонечку выходить в какие-то айтемы. Будет, наверное, делать Кирасу. Рошана хотят взять. Да, вот тут уже агонимчик появился. Рошана довольно быстро убьют. С медалькой. И амплифаем. И его понимает, что там, скорее всего, умирает Рошан. Решил спушить линию. Ну а ребятки с ЦНБ не совсем наглые. Рошана они в тупую бить не стали. Три фамильяра. Урона очень много. Если повесят амплифай на луну и повесят на нее медальку, фамильяры убьют сами ее. 1400 хп. Она столько демоджа не выдержит. Можно, конечно, сбить с себя фокус, там, бахнуть эту манту. Иллюзии могут даже фамильяров-то развалить. Сколько у них там хп? У второго левела фамильяр имеет 450 там. 600 с чем-то, по-моему, третьего. Да, 600 даже. Ну вот, принимается за Рошана. Очень приятная, конечно же, позиция в этом плане. Мало того, что ты играешь за Дайр, так у тебя еще герои, которые Рошана убивают только в путь. И боятся пользователями. Дают себе разведку, видят, что там никого нет. Ну и, соответственно, будет такая позиционка. Вылетел Ларо. Никуда они попадают. Тут главное, леща какого-то шального не словить. Вот в этот узкий проход не полезут, конечно же, унион гейминг. И сколько они будут так стоять, интересно? Кто кого перестоит? У этих есть эншенты, они могут фармить. Тут, в принципе, тоже нейтральчики, но, конечно, не эншенты, но хоть что-то. Да, луна забила на все это дело. Луна перемещается очень быстро. В любую секунду она может вернуться. Так, ну, а на топе Терксир с БКБ-хой. Но тут Тауэр не упадет с этого захода точно. Опа, куда-то я вылетел. Что такое? Блин, там сейчас выйдет очень важный замес, а я вылетел. Это до сих пор, что ли, вот этот баг остался, да? Из-за которого дропает со стима. Ну, не со стима, а из игры. Там соединение теряется, непонятно почему. Потому что интернет-то нормально работает. У меня, помню, вот дома такая же штука была еще. Да, во, нормально. Игроков подропало, всех дропнуло. Найс. Хорошо. Хорошо. Рофл. ВТФ, ОМГ, ГГВП, Вольво. Вольво Рэдди. Так. Вот так вот, а? Нормально так вот. Все вылетели к чертову бабушке. Эх. Я тут волнуюсь за то, что там сейчас будет замес, а команды тупо разбежались. Так, и сразу принимается за Рошар. Довольно такая интересная ситуация, потому что... Забрали бы ли ЦНБ Рошана, если бы не было вот этого дисконнекта? Мне вот интересно. Сейчас они его уже точно забирают. Там хп осталось очень мало, дабл дэмэдж. Брюмастер. Дал там разведку. Брюмастер забирает. ДТ. Ару. Ой-ой-ой, драгонайт. Ловит этот Ару. Прыгает брюмастер. Юзает клэп. По-моему, клэпом мне попал. Он пытается своровать Аегис, но Аегис забирает Сладдер, конечно же. Там, как брюмастер, в принципе, как не мог забрать от Аегис. Типа без вариантов. Посмотрите, сколько датписей того, что это просто забей. Да, ну и как таковой драки у нас, в принципе, и нет. Брюмастер ворвался. Туча всего попадала. А, радианты Рошана забрали. Все. Ну, знаете, зато забрал Рошана. То есть, хоть какой-то плюс. Ну, вот Никс Ассина отправляет уже пятый раз таверну. ЦНБ пушит мид. Не так страшно то, что забрал на самом деле Рошана. Неприятно, безусловно, потому что Луна тут, получив какую-то лишнюю копейку, уже с Дулсонгом. Бэбэка у нее нет. Он ей вряд ли сейчас понадобится. А Роу попадает, ты ж посмотри. Попадает в визажа. Это очень неприятно. Визажик там. Он очень сильная боевая единица. Если в визажа минуснуть в замесе сразу, то вот этих вот Сула Самшина, в которых он может с таким количеством маны выкинуть, ну, где-то штук. Штуки 4-5. Точно. Арканы же тут есть, наверное, у кого-то. Да, вот тут не Арканы. Вторые Арканы. Да, тут даже больше их можно выкинуть. И две пачки фамильяров, скорее всего, будут в замесе. То есть там ДПС ОГОГО сколько? Если Фастом его убить, если дэмэдж, который будет, это может там какой-то один Сула Самшин и фамильяры, от которых ты, конечно, никуда не денешься. БКБ. В буты Лео Драгонайта Хаста. Очень приятная руна на такой стадии игры. Она может стать определяющей. Такие руны, как дабл дэмэдж и Хаста на таких минутах. Там какой-нибудь, помните, да, вот эти всякие? Вот. Этернал Энви. Клинксы с дабл дэмэджем. Как игры переворачивают. Хаста на. Тоже может, учитывая, что это Дрэгон Найт. Со станом в 3 секунды. Может. Вычудить. Ну, ЦНБ. Опять же, вот они зря. Вот опять же, они... Во. Ну, наконец-то. Услышали они, походу, мои опять же. Мои жалобы. Потому что, если ты будешь играть против луны терпильно, твой слардер, это что? Это ничто. А луна уже с Баттерфэнд. Двадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре голды. Чёрт подери. Скоряются. Увидели там. Никс сразу даггер аут. ТП аут. Ну, вот. Вот кто-то с ТП уходит, а кто-то с даггера. Это как, знаете, в рекламах. Эту ногу я побрил. Вот этой штукой, эту ногу. Эту ногу просто не брил, на самом деле. Оно говорит, что брил чем-то другим. Ну, тут Петя использует ТП аут, а Вася использует даггера аут. И вот Вася сидит в таверне, а Петя... Петя молодец. Петя знает толк в тоте. Опять же, минутка юмора. Нашей великолепной трансляции. Ловят луну. Оп. Арл залетает. Очень неприятно Драгонайту. Я бы сказал, очень больно. Драгонайт отваливается. Опять он не успевает заюзывать БКБ. В этот раз даже перед смертью. Слардер уходит там еле-еле живой. Обратились в ЦНБ в бегство. Вообще ничего не сделав. Ну вот твое БКБ, братюня, какая польза от него. Ровным счетом никакой. Поймали Дарксира, убили. И это получается, можно сказать, минус 3. Да, потому что поймали зажая. Минус 3. Четвертый был на подходе. Чуть-чуть ему повезло. Если Унион Гейминг сейчас выиграет еще один такой файт, то луну уже не остановить. Шансы еще есть. Потому что все-таки связочка Дарксир плюс Сэнд Кинг может прокнуть один раз. Тут уже скоро дискорды. Игра может перевернуться за счет вот этой связочки. Но шансы очень шаткие. Унион Гейминг готовы. Первый левел книги Версуты. Да, потому что, ребят, я ее купил только сегодня. Я только сегодня зашел в доту. Так, дорогой, на всякий раз. Ну вот, Сэнд Кинг ворваться. Хороший прокаст выписывает. Но, как бы, хороший он мог бы быть, если бы кого-то получился бить. Но мы видим, полоски хп тут уже почти фуловые. Все восстановились. Это тотальный овничт. Тут уже на базе даже подойти невозможно. Потому что эти клыбы дамажат больше, чем вся команда ЦНБ. И два игрока падают. Линия падает. И вторая линия не упала только потому, что еще цел Тедва Тауэр. Как на топе, так и снизу. С Кюраской. Брюмастер-то на самом деле молодец. Вот он у них отыгрывает 5-0-5. Сидирал делает просто в своей команде игру. Прям красавчик. Вот Луна, она что? Она фармит. Ее убивали. Ей, конечно, тут тоже тяжко приходится. Но, в целом, именно мидер команды Union Gaming им приносит вот такие результаты. Потому что он купил себе Даггер, там, по-моему, на седьмой минуте или там на какой-то. Потом купил себе очень быстрый Аганим. Делает Владмирск, Кирасу. Владмирск плюс Кираса это куча армора. То, что нужно против Слардера. Потому что единственная сила сейчас ЦНБ заключается в этом жестком минус арморе. А когда у твоих тиммейтов у всех плюс 10 армора на халяву, грубо говоря, да? Ну, он бегает какой-то вот, какой-нибудь Никс. Считай, плэтмейлы на халяву. Вот. У него своего армора 8. Ему Брюмастер дает больше, чем у Никса у самого армора имеется. Это очень приятная штука. Ну, этого не скажешь про ЦНБ. Для них это не самая приятная новость. Тяжковато приходится. Так. Ну, давайте попробуем микрофон чуть-чуть его подергать. Потеребонькать. Так. Блин, я не знаю, ребят. В общем, надеюсь, что сейчас вот получше. Хотя, по идее, должно быть, в принципе, лучше. Вроде как, я его особо не трогал. Но если он там выдает какие-то звуки непонятные, заранее извиняюсь. Ну вот. То, о чем я говорил. С появлением сатаника и баттерфляя, эта луна будет ложить болтяру на всех. И подтверждение тому... Вот. Посмотрите. Один, второй находится в километре. Луна включает БК. Говорит, ребят, давайте я вас сейчас один пятерых развалю. Голд драка. И вот она тоже довольно распространенная, обузная штука. Через disruption. Очень сильные иллюзии. Иллюзии дамажит примерно, как сама луна. Чтоб вы понимали, да, там по 60% каждая иллюзия. Очень много урона. Вешается. Амплифай. Ну и вот она, луна наваливает, наваливает. Минус Т3. Теперь уже драться надо точно. Прыгает Сенткинг. Ах, Борл Страйк слишком поздно. Луна успевает подрубить БКБ. Булуна еще и сатаника. Она просто фулл хпшная. Падает один, падает второй. Минус еще один. Это три общей сложности. Ну а Дарксир со своим БКБ убегает на базу. Да, круто. Он вышел, но сделать они ничего не могут. Пишут ЦНБКГ. И выигрывают эту карту Union Gaming. Ну тут я могу сказать только... Браво Брюмастер, который самый первый ливнул. И... Ошибочку. Ошибочку. Допустили все-таки Union Gaming с Рошаном. Но при этом все равно выиграли эту катку. Но они объективно сильнее. Вот тут вроде как БО-1. Да, вроде как... Очень часто можно сказать, что там зарешал какой-то рандом. Но вот здесь Union Gaming реально показали, что они сильнее. Так, ну что. У нас получается сейчас будет перерывчик. И... Следующая карта какая? Я вам сейчас скажу. Так, мы сейчас поставим Union Gaming. Дぶ rumõем! Сatory на Patriotsо. Я не говорю.